Итак, добрый вечерчик, дорогие друзья. Ну что, сегодня мы поговорим о Shiba Inu, поскольку, да, показывает довольно-таки интересное движение на рынке криптовалют. Например, вчера монета всего за несколько часов поднялась на отметку 20 центов. И это довольно-таки неплохой результат в рамках того, что многие альткоины просто стоят на месте. И сегодня мы поговорим о том, что у нас по сжиганию. Поскольку сжигание за последние 24 часа выросло на 779 тысяч процентов. И было сожжено всего за день около 8,5 миллиардов монет Shiba Inu. Это по курсу 93 тысячи долларов. Результат довольно-таки неплохой. И считаю, что это будет отчасти даже триггером роста, который у нас определенно уже идет. Ну и также поговорим о создателе Shiba Inu, поскольку он объявляет о плане глобального внедрения SHIB. Поэтому держитесь крепче. Что касается, значит, рынка криптовалют. Сейчас мы наблюдаем, что на рынке происходит стагнация. То есть некоторые монеты себя неплохо показывают. Вчера я все-таки сделал видеоролик на топ-5 монет, которые стоит купить перед тем, как биткоин обвалится. Можете его посмотреть, зайдя на канал. И, соответственно, также там была монета интернет-компьютер. Сейчас она уже пошла в район 12 долларов. Пока я вчера снимал обзор, она была 9 долларов. Что касается, значит, рынка криптовалют в целом, то наблюдаем, что все-таки в таком боковике некоторые монеты способны расти. Если мы говорим про Shiba Inu, то она у нас остается на 16 месте. Dogecoin у нас на 10 месте. В принципе, если Shiba Inu поднимется в два раза в цене, то она может дойти до Dogecoin и посоревноваться с ним. Также стоит отметить, что если у нас будут довольно-таки позитивные явления по сжиганию, то есть Shiba Inu активно будет сжигаться, и, конечно же, за последнее время мы будем видеть, как миллиарды Shiba Inu будут сжигаться, то это тоже определенно внесет позитив в эту монету. Если мы говорим про целый год, то Shiba Inu сейчас подошла к сопротивлению. Это там район на CoinMarketCap, это почему-то показывает 10,72, но на самом деле сопротивление у нас находится в районе 11,60. Здесь пока что мы ложно вышли вверх, но, видимо, пока что только набираем силы для выхода вверх. Что стоит отметить, что по капитализации, значит, монета способна достичь 8 ярдов, потому как после того, как было у нас затяжное аккумулирование позиций крупным игрокам, в то время, когда стоит отметить, что на рынке практически все продавали, то есть многие люди продавали, и был медвежий рынок, мы здесь самую большую капитализацию по Shiba видели около 9 ярдов, то есть здесь потенциал еще остается у Shiba как минимум 30%, а то и даже больше, для того, чтобы развить движение выше и пойти выше. Что касается, значит, графика, то конкретно здесь стоит отметить, что мы, значит, на неденутом фрейме сходили вниз, здесь успешно выкупились, дотронулись до 5 десятого мувинга, не ушли выше и идем наверх. Здесь вполне себе мы встретили сопротивление на это район 1162, соответственно, как только мы пробьем его, выйдем чуть выше, мы, в принципе, сможем с вами полететь в район 1426 и, значит, там 1500, то есть на это можно рассчитывать. Если мы будем брать такие месячные таймфреймы, то по месячному таймфрейму Shiba Inu явно готово выйти, и запас роста у нее как минимум до 1250, здесь на месячном таймфрейме, в принципе, нам показывается движение, как максимум она может вполне себе достичь отметки 1700, потому что в августе у нас был Shibarium, значит, там были загвоздки с его запуском, затем этот Shibarium все-таки запустили, но цена уже упала, уже упала, и те, кто покупал на новостях, они так и остались на хаях, ну, примерно, в принципе, на этих отметках. Также, что стоит отметить, то, что, в принципе, у нас вот это было длительное накопление, и сейчас, в принципе, у нас планируется выход, я думаю, что декабрь, январь определенная Shiba еще в течение этого времени, в принципе, даст как минимум 30% от текущих. Если мы говорим про следующее, то, что за последние 24 часа было сожжено рекордных, там, 8,5 ярдов Shiba, стоит отметить, что в эквиваленте USD это 93 тысячи долларов, стоит отметить, что это очень хороший результат, и, соответственно, здесь мы видим следующее, то, что в итоге здесь поднялось это все дело на 724 тысячи процентов, да, по сравнению, там, с прошлым днем, да, и, соответственно, стоит отметить, что комьюнити, холдеры Shiba Inu, они ожидают еще большего сжигания от Shiba Inu, но давайте будем позитивно реагировать и будем благодарны за все это, мы надеемся, что некоторые крупные киты также сожгут дополнительный SHIB от вашей торговли. То есть, здесь, понятно, и раньше я объяснял, то, что для того, чтобы в целом Shiba Inu улучшила свои результаты, да, в частности, привлекла новых инвесторов и так далее, здесь крупные игроки должны делать сжигание, потому что их топовые кошельки имеют большую эмиссию, нежели вот те люди, которые там инвестируют сюда 1000 долларов, ну, и до 10 тысяч долларов, то есть, на самом деле, это никак не повлияет, даже если эти люди будут сжигать там 10% от инвестиций. Стоит также отметить следующее, то, что здесь, в принципе, мы видим, что 160% за последнее время, мы видим, было сожжено, и это 8,5 ярдов SHIB. Что также нужно отметить, что Шитоша Кусама, то есть SEO Shiba, он объявляет в плане глобального внедрения SHIB, нужно держаться покрепче, и, соответственно, Кусама, он подтвердил, что миллиарды SHIB готовятся к зажиганию, она в процессе транзакции SHIBARIN, достойная отжигания. Также он заявил, что потери, которые окажут какое-либо видимое влияние на цену SHIB, возможно только в том случае, если SHIBARIN сможет добиться глобального распространения. Кусама признал, что в 2023 году внедрение SHIB начал расширяться, однако он размышлял над вопросом, что можно сделать, чтобы обеспечить постоянное внедрение SHIB во всем мире. Поэтому здесь, в принципе, он упомянул, что лидеры децентрализованных проектов SHIB, ранние последователи SHIBARIN, но и те, кто, значит, в статусе QO, должны открыть новую эру криптографии, блокчейна и веб 3.0. Что также нужно отметить, что, в принципе, есть слухи о том, что миллион долларов в SHIBARIN должны были сожжены, но мы увидели, что за последнее время было сожжено 93 тысячи долларов, и сейчас есть такая штука, что, в принципе, представители стартапа SHIBARIN, они обещали, что они сожжут 1 миллион долларов, и это будет в период с 14 по 16 декабря, но этого не случилось. Соответственно, пока что они не комментировали то, когда это случится, да, и Штосу Кусама уже подтвердил, что несколько миллиардов SHIB готовится к сжиганию, но не сообщил точную дату. То есть, возможно, это будет постепенно, или, возможно, это будет через коррекцию как-то подгонят под рынок, да, потому что SHIBARIN пошла в аптренд, то есть, здесь цена уже вышла, и тело свечи закрылось, нежели то сопротивление, которое мы видели в августе. Это сопротивление, значит, было в районе 10.20, а HIGH был 11.29. Сейчас HIGH у нас 11.87, а значит, это сопротивление, оно ставит 10.63. То есть, это говорит о том, что здесь уже аптренд, он вырисовывается, то есть, впервые SHIBARIN, то есть, за многое время уже начинает показывать какой-то рост, какой-то разворот, и это действительно очень хорошо. Хорошо. Также, что нужно отметить, что вот эта FOMO, вернее, FUD, которая может развиться вокруг SHIBARIN, поскольку в результате взлома библиотеки Ledger децентрализованные приложения могли оказаться уязвимыми к кибератакам, здесь можно сказать, что, возможно, из-за этого как раз-таки и не произошло сжигание. Но, как на самом деле, мне кажется, все еще впереди, и внезапно, в принципе, эти разработчики заявляют о сжигании. Что также нужно отметить, что если транзакции, значит, будут продолжаться в том же духе ежедневно, может происходить сжигание 8 миллиардов SHIBARIN. И если это действительно будет, то мы увидим, ну, довольно-таки хороший-хороший результат. Поэтому, подводя итоги, что можно сказать? То, что на самом деле, если Kusama вот CEO SHIBARIN говорил следующее, то, что, значит, в 2024 году в начале уже будет такой механизм, который будет сам сжигать SHIBARIN, то есть уже автоматически они будут сжигать. То есть сейчас многие ждут, что разработчики вручную сожгут SHIBARIN, поэтому здесь мы видим, что причина из-за того, что SHIBARIN в достаточном количестве не сжигается, несмотря на SHIBARIN его внедрение, это то, что, ну, то есть вручную, то есть этот механизм, он еще не настроен автоматически. И как только он с начала года будет настроен автоматически, мы с вами увидим, то есть автоматическое сжигание и, я думаю, небывалый рост. По итогу, что могу сказать, то, что из MEMCOIN'ов по сей день на самом деле это еще остается привлекательным MEMCOIN'ом. Стоит отметить, что SHIBARIN также борется с инфляционным предложением, как и LUNA CLASSIC, потому что предложение, ну, довольно-таки очень велико и огромно. Стоит также отметить, что у LUNA CLASSIC тоже есть успехи в этом направлении, в частности, сжигание, стейкинге монет и так далее. И мы видим, что LUNA CLASSIC, она выросла на 412%, да, и SHIBARIN тоже может это сделать. Но если, в принципе, мы с вами берем SHIBARIN, да, и рост на 412%, ну, давайте, в принципе, прикинем, куда это может пойти. То есть, GNO SHIBARIN, это там район 550, и мы берем с вами там 400%. Это, кстати, вот примерно где-то сопротивление, вот оно. Или даже, ну, скорее всего, вот сопротивление, это 3031. То есть, это неплохой результат, ну, а если мы будем брать от текущих, от текущих, потому что, в принципе, у этих монет она проблема общая, поэтому я, в принципе, так и беру. От текущих это 185%, ну, кстати, тоже неплохо. Поэтому я считаю, что действительно там имеют место быть, какую-то часть своего депозита, в принципе, положить сюда и ожидать там минимум свои 30%, которые SHIBARIN, ну, на самом деле, может легко сделать. Поэтому вот такие дела. Ну, с вами был Критов Тейфи, всем ночью, пока, и до новых встречи.